Приветствую вас! Ну, я так понимаю, некоторые уже поздравляют Зеленского с победой, а я ему немножко посочувствовал. Ему предстоит очень жесткое испытание. Приватбанк. Понимаете, тут очень сложно решить. Если он даже частично удовлетворит просьбу Коломойского, или вернет банк, или частично вернет банк, или даст залоги, или выплатит компенсацию с госбюджетом, частично, не все. Даже не 2 миллиарда долларов, 2 миллиарда гривен, если он выплатит с госбюджета. Все, он пропал полностью. Представляете, на сегодняшний момент в Украине Коломойский это демо. И если Зеленский ему даст поблажку, все, антипиар Зеленского обеспечен. Проигрыш на выборах Верховной Рады обеспечен. Представляете, как будет преподносить. Он, президент Украины, который избрали украинцы, сказал, смотри, нет, каллигарха, некрасиво. Другой вариант, кинуть Коломойского. Не адвокатить его просто. Получить Коломойского в лице злейшего оппонента, который будет создавать проблему на проблему. Что бы выбрали, а? Удалить Коломойского, но рискнуть своим политическим будущим. Порваться с Коломойским, кинуть, но рискнуть тоже своим политическим будущим, получивши злостного, жестокого, беспощадного оппонента, который тоже может приложить массу усилий, чтобы партия Зеленского Верховной Раде не выиграла. И премьер был бы антизеленский. Что выбрать?